Старший лейтенант Никаноров Роман Александрович. Служу в войсковой части 9600 на должности командира взвода связи. На территорию Украины прибыл в качестве командира разведзвода. По приказу командира зайти на границу Украины, на территорию Украины, совершить марш в населенный пункт Бобровица. На вопросы, если будут на маршруте какие-то нештатные ситуации, мирное население, либо вооруженные люди, что мне делать? Мне точно в ответ ответа не дали. Сказали, что все нормально, не переживай, мирное население вывели, ну эвакуировали. Просто езжай за командиром и все. Совершали марш, охраняли колонну. По дороге около населенного пункта Гужевка сломался один трал. Командир рот и поставил мне задачу с одним отделением остаться на его охранении. Сказал, что за нами вернется. Соответственно, прошли сутки, полтора, за нами никто не вернулся, на связь никто не выходил. Мирное население дало понять, что либо вы уходите, либо нам будет плохо. Соответственно, я принял решение оставить трал и посадил личный состав БТР. И мы поехали дальше. Нас заблокировали по дороге, загнали в болото, где БТР застрял. Сам выехать не смог. Я принял решение сжечь БТР, собрать людей, ну все самое необходимое в рюкзаке, продовольствие, какие-то вещи теплые. И идти в сторону границы домой, потому что дальше куда-то продолжать идти не было смысла. Я не знал, куда точно идти и где сбор будет нашего подразделения. Три или четыре дня мы ходили лесами, полями в сторону, ну на восток, по компасу ориентировались и по карте. Все населенные пункты обходили стороной, никого не убили. Огонь ни в чью сторону не открывали. На четвертый день в населенном пункте Городня, или Городней, точно не помню, нас окружили местные охотники и национальная оборона. Со старшим мы договорились, что огонь не начинать. Сложили оружие, их сторона и наша получается. И мы мирно сдались. Нас доставили в отделение полиции, где взяли все данные. Соответственно, форму у нас изъяли, выдали гражданскую одежду. Что касается боевых действий в Украине, я не понимаю, почему она идет и за что.